Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Площадка для активного внедрения передовых решений Центр поддержки технологий и инноваций Брестского государственного технического университета. Какие проекты удалось запатентовать и внедрить за полгода? Насколько университетам сегодня важно иметь крепкую практическую базу? В тонкостях работы ученых разбиралась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. На Брещене за последние 5 лет, благодаря политике энергосбережения, фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов составила более 580 тысяч тонн условного топлива. Наглядно о некоторых выполненных мероприятиях по программе энергосбережения материал Алены Меневич. Идти в ногу со временем, расширять перечень услуг, а также внедрять новые формы работы. О дне сегодняшнем республиканского унитарного предприятия Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Сюжет Людмилы Логодич. И прямо сейчас об этом и не только. Подробнее в программе «Итоги недели». Центры поддержки технологий и инноваций должны появиться во всех вузах Беларуси. Такое заявление в интервью белорусскому телеграфному агентству сделал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. По его мнению, это, цитата, позволит обеспечить доступность для пользователей сведений о современных информационных технологиях, способствующих повышению производительности труда, росту качества и конкурентноспособности продукции, переходу на новый технологический уклад. Конец цитаты. Вот уже полгода на базе Брестского государственного технического университета активно функционирует такая структура. Какие проекты удалось за это время запатентовать и внедрить, а также насколько университетам сегодня важно иметь крепкую практическую базу? Анастасия Ноздрин-Плотницкая отправилась в вуз, чтобы лично посмотреть, как все это функционирует. Брестский государственный технический университет на протяжении многих лет был и остается площадкой активного внедрения передовых решений в процесс обучения. Не случайно именно здесь полгода назад был открыт Центр поддержки технологий и инноваций. Его основная функция – отслеживание перспективных проектов, которые при эффективной и технологически выверенной реализации имеют все шансы быть запатентованными изобретениями. Из общего количества патентов наибольшее количество у строительной отрасли. Порядка 20 патентов в год наш университет всегда производит. И не исключение составляет даже нынешний год, в котором мы уже на данный период тоже около 20 разработок подали. Вот заявки на них, и я думаю, что эти заявки будут одобрены и решены. Как правило, это все заявки, которые у нас востребованы. Конечно, на первом месте у нас стоит строительство. Это однозначно прекрасно, наверное, в республике знают нашу структурную конструкцию БРГТУ. И запатентованный известный узел БРГТУ, который позволяет создавать уникальные конструктивные решения. Где-то порядка на нынешний момент 30 патентов по структурным конструкциям у нас есть. Поддерживаются многие патенты. История БРГТУ начиналась именно со строителей. Это, в свою очередь, сыграло большую роль в формировании материально-технической базы. Сегодня молодые ученые, студенты, магистранты, аспиранты строительного факультета имеют большой научно-исследовательский центр инноваций, где они смело проводят серьезные опыты, испытания материалов, прочность фундаментов, внедрение собственных разработок. Список может продолжаться достаточно долго. Мы сюда можем привозить полномасштабные какие-то конструктивные элементы или конструкции, проводить полномасштабные испытания и обеспечивать определенную надежность для этих конструкций. Поэтому, то, что касается молодых ученых, они полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Плюс у нас есть определенные отношения с организациями, фирмами, для которых мы выполняем определенные научные разработки. Они их потом используют в проектировании. Строительство – это не только масштабные технологии. Ювелирная экспериментальная работа – это тоже об этом. Современное промышленное оборудование, которым оснащены лаборатории технического университета, позволяет проводить многие исследования, как на профильных производствах. В данный момент мы с вами находимся в лаборатории испытания строительных материалов. То есть здесь мы уже видим представлены новые оборудования. Это сушильные шкафы, это установка по водонепроницаемости, гидравлический пресс. То есть она нам позволяет испытывать строительные материалы, конструкции, которые нам поступают. У нас аккредитованная лаборатория, то есть мы занимаемся испытаниями. Также мы даем поле для деятельности молодых ученых, аспирантов, магистрантов. Под контролем нашим они проводят здесь свои испытания. То, чем не менее известен Брестский государственный технический университет – лаборатория робототехники. Именно здесь появилась на свет известная машина-грузмейстер. И это лишь один из примеров. Роботизированные механизмы ученых технического университета востребованы на предприятиях. Учебная площадка отчасти напоминает рабочую базу программистов. Здесь искренне рады, когда на свет появляется новый IT-продукт. Ведь за оптимизацией и в целом за роботами – будущее. Разработки ведутся в области упаковки, политизации готовой продукции для белорусских предприятий. Разработки интересные, потому что сложные задачи, с которыми приходят в университет крупные производители. Мы их успешно решаем на этих задачах. Приобретаем опыт, помогаем и предприятиям, и себе. Растим кадры для предприятий. Эти кадры потом, эти новые технологии используют в производстве. За любым научным открытием стоят люди. И даже самый гениальный ученый безопытного наставника потеряется в научных изысканиях. Виталий Степанович Северянин – один из тех воодушевленных педагогов, которые видят и чувствуют, где спрятано настоящее открытие. Одна из его любимых тем – энергоэффективность. В лаборатории, где трудится Виталий Степанович, особое место занимают модели его изобретений, о которых он может рассказывать очень и очень долго, потому что считает технические науки поэзией души. Большое внимание в ветроэнергетике уделяется. Вот, например, вот такая установка, ветроустановка. Значит, особенность ее в том, что, вот смотрите, там генератор и лапочка загорается. Видите, вот таких установок ее можно делать большой мощностью. И вот мы ее предлагаем сейчас для ветроэнергетики использовать. Вот это очень интересная вещь. Ни одно открытие изобретения нельзя представить без пытливого ума и площадки для его применения. Брестский государственный технический университет имеет и одно, и другое. Его увлеченные ученые готовы работать, чтобы создавать. И это у них получается. А какие еще изобретения появятся здесь, мы узнаем уже совсем скоро. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Во многом, благодаря именно таким талантливым белорусским ученым и их инновационным подходам, у нас в стране эффективно работают разные методы экономии топливно-энергетических ресурсов. На протяжении более 25 лет в Беларуси последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. Ни для кого не секрет, что на Брещене активно используются альтернативные методы получения электроэнергии. Например, у всех на слуху солнечные батареи и ветроэлектрогенераторы. Благодаря им энергоресурсы используются более рационально, более бережливо. В Брестской области за последние 5 лет, благодаря проведению ряда программ, фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов составила порядка 580 тысяч тонн условного топлива. Наглядно о некоторых выполненных мероприятиях по программе энергосбережения расскажет в следующем сюжете Алена Миневич. Развитие национальной экономики и ее важнейших отраслей промышленности и энергетики неразрывно связано с энергосбережением. В Брестской области работают биогазовые комплексы. Эксплуатируются 8 мини-гидроэлектростанций. В области установлено 2 ветроэлектрогенератора. В народе ветряки. Энергию солнца для преобразования в электрическую энергию используют 18 фотоэлектростанций. Также эксплуатируются 65 гелиоводонагревательных систем. Это всем известные солнечные батареи. В 2021-2025 годах в рамках реализации государственной программы энергосбережения предусмотрено строительство или модернизация в организациях ЖКХ области. 11 котельных на местных топливоэнергетических ресурсов, как древесина. Это позволит снизить годовое потребление импортируемого природного газа на более чем 23 миллиона кубических метров. Что касается предприятий, организаций, с которыми мы работаем, в том числе и в Бресте, и в Брестской области, значит, они ежегодно разрабатывают свои программы, планы мер, мероприятия, их выполняют. Здесь используются разные источники финансирования для этих программ. И местные бюджеты, и собственные средства предприятия, и используются средства республиканского бюджетного финансирования. За 9 месяцев все показатели Брестской области выполнены. В прошлом году также мы выполнили показатели. Ну и надеемся, что этот год, во всяком случае, приложим все усилия для того, чтобы показатели по наразбережению достигнуты выполнены и достигнута экономия необходимая. Уже не один год в рамках программы энергосбережения котельные и тепловые пункты Брестского котельного хозяйства претерпевают модернизацию. Так, в сентябре этого года в центральном тепловом пункте по улице Гаврилова, 41А, прошла реконструкция теплообменного оборудования. Устаревший теплообменник был заменен на более энергоэффективный. Общая сумма затрат составила 39 тысяч белорусских рублей. Из этой суммы около 18 тысяч было профинансировано за счет республиканского бюджета. Замена теплооборудования приведет к экономии 11 тонн условного топлива, что в эквиваленте является 9,5 тысячам метров кубических природного газа. Еще одна серьезная работа была проведена в котельной по улице Медицинской, где были установлены два конденсационных котла малой мощности и все сопутствующее оборудование для работы в межотопительный сезон. Котельная снабжает теплом и горячей водой весь медицинский городок, район областной больницы, самоучреждение здравоохранения, кожно-венерологические и онкологические диспансеры. С момента водоэксплуатации данные энергоэффективные котлы позволили сэкономить 20 тонн условного топлива, что эквивалентно 17 тысяч метров кубических природного газа. Ожидаемый экономический эффект от реализации данного мероприятия составляет 61 тонн условного топлива или 53 тысячи метров кубических гада или в рублевом выражении это около 30 тысяч белорусских рублей в год. Мероприятия, включенные в государственную программу энергосбережения 2021-2025, коснулись и учреждения образования Ленинского района. В средней школе номер 32 было установлено 300 новых светильников в 17 классах. Экономический эффект от этого мероприятия составит более 5 тонн условного топлива и окупится это приобретение за 6 лет. Еще одно немаловажное новшество произошло в 2018 году, когда в трех учреждениях дошкольного образования Ясли САД 51, 80 и УПК САД начальной школы номер 2 были установлены гелио-водонагревательные системы. И не стоит думать, что солнечные батареи эффективны только летом. Они работают круглый год. Панели, которые размещены на кровле, они заполнены незамерзающей жидкостью и черпается, как проще говорить, энергия солнца, нагревает воду, которая поступает в эти трубки, спускается в баки. И мы пользуемся в учреждениях этой водой. То есть за счет нагретой воды солнцем идет экономия потребления горячего водоснабжения. Зависит от яркости светового дня. Если, допустим, зима и большое количество снега, это большая яркость, то есть и солнце, это помогает нагреть воду почти как и летом. При такой сильной активности, которая достигается в мае, июне, июле, августе. Часто при отсутствии особых причин мы не задумываемся о том, что энергосбережение экономически выгодно каждому гражданину в отдельности и государству в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5-3 раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Не надо включать свет, когда он не нужен. Нужно попросту подготовиться к отопительному сезону. Если это надо, необходимо обклеить окна. С батареями, если поставить экраны, это дает несколько процентов экономии и так далее. В бытовом отношении очень важно ставить энергоэффективное оборудование. Алена Миневич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Быть моряком дальнего плавания, безусловно, здорово. Но что, если пришло время сменить профессию, а кроме как успешно ходить в море, вы больше ничего не умеете? А может быть, вы строили дома на протяжении 30 лет? До пенсии еще есть время, а вот здоровье больше не позволяет выполнять строительные работы на высоте. Что тогда? Ответ на этот вопрос знают специалисты управления по труду, занятости и социальной защите населения Брестского гурсполкома. Именно они помогают людям в поиске себя. И уверяют, что сменить профессию и найти занятие по душе возможно в любом возрасте. Немаловажен тот факт, что эти же специалисты оказывают поддержку людям, которые хотят запустить свой успешный бизнес. О переподготовке кадров, а также о поддержке будущих бизнесменов наш следующий сюжет. Сменить профессию в 50 лет или обучиться рабочей специальности сразу после школы. История людей, которые проходят профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации по направлению управления по труду, занятости и социальной защите населения Брестского гурсполкома совершенно разная. Но у всех одна общая цель – найти дело по душе, которое будет приносить доход. В их числе и Михаил Сергеев. Молодой человек задался целью стать успешным электромонтером, а в будущем открыть собственную фирму и незамедлительно начал ее осуществлять. Очень порекновал меня папа. Он учился также здесь. И очень бы хотелось нести ответственность за жизнь других людей. В основном сложности никакой нет, потому что схемы, они очень помогают в работе. То есть, если разобраться в схемах, то можно выполнить любую электрическую работу. И работать с проводами также не так уж и сложно. Из моряка в программисты, из строителя в менеджеры, из повара в парикмахеры. Список успешных перевоплощений можно продолжать еще долго. Правда, для такой смены амплуа одного желания человека будет недостаточно. Необходимы педагоги и площадка для получения рабочей специальности, обучению новому делу или повышению квалификации. На базе колледжа организованы курсы, обучающие как для безработных слушателей, так и для работников организации города. Курсы проходят по таким темам, как основы предпринимательской деятельности, также проходят курсы по темам 1С-бухгалтерия, безопасная эксплуатация бензомоторных коцепил, основы ведения делопроизводства в учреждениях образования, английский язык в профессии и информационные технологии. Да, выбор широко разнообразен, но главное – подтянуть свои знания или научиться чему-то новому можно в любом возрасте. Тем более, что поддержка и возможности для этого есть. Организациями Бреста на данный момент заявлено более 2300 вакансий, из них порядка 70% по рабочим профессиям. Наиболее востребованными являются работники торговли, общественного питания, строители и водители городского транспорта. Финансирование обучения безработных осуществляется за счет бюджетных средств. Занятия проводятся в очной, дневной форме обучения. Гражданам выплачивается стипендия. После завершения обучения, согласно заявкам нанимателей, гарантируется трудоустройство. Желающим заняться индивидуальной, трудовой и ремесленной деятельностью предлагается освоить программу обучающих курсов по теме «Основы предпринимательской деятельности». К слову, тех, кто решил освоить программу обучающих курсов по основам предпринимательской деятельности в областном центре немало. Именно их мотивация и успешно пройденное обучение позволили за короткий срок пройти путь от безработного в бизнесмены. Так случилось у ремесленников Алины и Тимофея. Эта семейная пара не так давно открыла собственный магазин, где можно найти подарок как для самого себя, так и для близких. Деревянный декор для дома, изящные вазы, ароматные свечи, натуральная косметика, детские игрушки – это и многое другое здесь можно приобрести. Но главное, все они сделаны руками мастера, а значит, другого такого вы нигде не найдете. Настоящий мастхэв для тех, кто любит индивидуальность. Давно в ремесленничестве мы общались с ремесленниками и понимали, что главной проблемой является реализация своих работ. Не все так развитые работают в интернете, в инстаграме и так далее. То есть у них реально проблема. Если еще в Бресте у нас есть на Советской площадке, можно бесплатно реализовать, в других городах этого нет. Нет, этого нет, только единственное в Бресте. Мы прошлись по всем ремесленникам знакомых и нас поддержали. То есть мы рассчитывали на них и нас поддержали. Ну и как-то вот оно запустилось, и у нас сейчас уже более 80 ремесленников в магазине представлено. Ну и это еще не предел. Мы всегда в поиске чего-то нового интересного, хотя уже много ниш у нас, конечно, занято. Но тем не менее, мы всегда в поиске чего-то интересного. Небольшое помещение вмещает в себя огромное количество предметов на любой вкус и кошелек. Правда, ничего этого не было бы, если бы молодые люди не решились рискнуть и не получили субсидию для открытия успешного бизнеса. Мы решили все-таки попытать свое счастье и пошли. То есть мы, наверное, начали заниматься этим где-то с весны этого года. Прошли курсы, то есть стали на учет, курсы пришли предприниматели. Ну и в общем итоге все закончилось благополучно, и нам дали субсидии. Вот мы уже в мае получили, и уже с 1 июня мы открыли магазин. Да, времени на реализацию задуманного молодые люди потратили немного, как и брещенка Тамара Гайдай. Пройдя дорогостоящее обучение на мастера перманентного макияжа в начале года, уже в июне Тамара защитила свой бизнес-план, получила субсидию от государства и арендовала кабинет. Изначально был страх начинать открывать ИП. Это вообще первое моё ИП, открывать своё дело, его развивать. Это все вот эти одноделы финансовые показатели на бумаге. Совсем другое дело, это когда ты с этим работаешь, когда ты в реальной жизни с этим сталкиваешься. Конечно, это сложно. Но в то же время, я же говорю, слава Богу, есть поддержка. Мы, конечно, юридически помогли, юридически рассказали, что не так это всё страшно, не такие страшные у нас налоги, не так страшно заполнять декларации о доходах, платить по СССР. То есть, в принципе, всё это реально, всё это подъёмно, главное разобраться. Если разбираться с налогами Тамаре было не страшно, то начало её предпринимательской деятельности, а именно взаимодействие с клиентами, вызывало у девушки некоторый страх. Работать с лицами людей, подчёркивать их красоту и чётко понимать, что хочет клиент, задача не из простых, но с каждой из них Тамара успешно справляется. Ведь она для себя давно определила, что сфера бьюти-индустрии и её призвание. Я созревала к этому два года. То есть, я уже будучи в декретном отпуске, я там где-то наращивала реснички как самозанятость, где-то что-то дома делала, то есть в этом бьюти-индустрии. В перманент пришла осознанно, потому что это считается премиум-категория предоставления услуги. То есть, это дорогостоящая услуга сама по себе. Это ответственная услуга. То есть, это считается высшая точка бьюти-индустрии. Ну, я, по крайней мере, так её ценю. Истории брестских предпринимателей, безусловно, вдохновляют. Правда, вряд ли у них получилось бы запустить успешный бизнес-проект без тех знаний, которые они получили на предпринимательских курсах. Главное, без субсидий от государства. Субсидия – это единовременное государственное денежное пособие, равное 11-кратной величине бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день размер её составляет 3168,11 рублей. Субсидия предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста, зарегистрированным в управлении в качестве безработного и желающим организовать предпринимательскую либо ремесленную деятельность, выполняющим обязанности безработного в полном объёме в соответствии с законом о занятости Республики Беларусь. Предоставленные средства, предоставленные безработному в виде субсидий, используются и на приобретение инструментов, оборудования, сырья, материала, а также иные цели, связанные с организацией предпринимательской либо ремесленной деятельностью. В текущем году управлением было предоставлено порядка 30 субсидий, до конца года планируют выдать ещё порядка 20. А потому, если мысли о собственном бизнесе вас не покидают, самое время рискнуть, тем более, что поддержка для этого есть. К другим темам. Адрес Гоголя 2В, безусловно, знаком тем людям, которые хоть единожды совершали сделки с недвижимостью. Именно здесь находится республиканское унитарное предприятие «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Под официальным названием скрывается структура, которую между собой Брещене привыкли называть «БТИ». Наш город прирастает новыми домами, а, как следствие, работа у сотрудников предприятия прибавляется. Идя в ногу со временем, здесь расширяют перечень услуг, а также внедряют новые формы работы. О дне сегодняшнем республиканского унитарного предприятия «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» сюжет подготовили наши корреспонденты. Большинство людей хоть раз в жизни сталкиваются с куплей, продажей или дарением недвижимости. Вступлением в права ее наследования или перепланировкой квартиры. В этих, а также многих других жизненных ситуациях может потребоваться обращение к профессионалам, которые выполняют важную и ответственную работу в республиканском унитарном предприятии «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». «Наше агентство работает на территории всей области Брестской. Структура агентства состоит из шести филиалов и одиннадцати бюро. В каждом районе есть наши филиалы или бюро, подразделения наши структурные, где осуществляют прием клиентов. То есть человеку не надо ехать далеко. В некоторых у нас районах, к примеру, это Пружианский район, есть отдаленные населенные пункты от районного центра, там осуществляют выездной прием на постоянной основе». 130 сотрудников оказывают квалифицированные услуги по юридическому адресу предприятия в Бресте. Посетителей ждет уютный зал приема, а для удобства он оборудован электронной очередью. Важно, что она организована по принципу одного окна, а это значит, заинтересованные лица обращаются сюда дважды при подаче заявления и при получении готовых документов. Также здесь установлена электронная информационная система, через которую любой желающий может узнать всю интересующую и, главное, самую актуальную информацию. «Чаще всего обращаются к нам по вопросам госрегистрации, технической инвентаризации. Это наиболее оказываемые услуги. Ну и, конечно, тоже оказываемые услуги по оценке объектов гражданских прав, услуги по страхованию, съемке границ земельных участков, установления границ земельных участков, инженерной съемки, топографо-геодезической, по исполнительной съемке. Имеется возможность подачи заказа на оценку, на страхование, на техническую инвентаризацию, правда, для юридических лиц онлайн, через наш сайт». При этом юридическое лицо еще получает скидку в размере 5%. Если заказ на оценку, включает до 5 объектов. Если объектов больше, скидка увеличивается вдвое. На данный момент в штате предприятия насчитывается 19 высококвалифицированных оценщиков. «Основные услуги, которыми занимается отдел оценки, это получается оценка стоимости капитальных строений, зданий и сооружений. Это основной вид работ, который занимает приблизительно 70% в объеме выполняемых работ, оценка оборудования, автотранспорта, оценка многолетних насаждений, оценка автомобильного транспорта, а также страхование. То есть вот это новый вид услуг, который тоже является востребованной и достаточно пользуется большой популярностью среди населения». С появлением новых информационных услуг до 70% заказов приходит по интернету. Это удешевляет стоимость услуг и позволяет экономить время, отчего обе стороны получают несомненные преимущества. Хорошо, что есть осень, что есть ноябрь. Он аккуратно готовит нас к холодам. А еще ноябрь – время размышлений, время разумий и время заготовок припасов на зиму. Некоторые уже пополнили закрома продукции, закупленной на сельскохозяйственных ярмарках, а вот другие считают, что лучше приобретать фрукты и овощи постепенно. Свежие всегда полезнее. Каждый по-своему прав, спорить не будем. Есть в Бресте предприятие, специалистам которого удается угодить и тем, и другим – плодоовощам. Вот уже без малого 50 лет они осуществляют деятельность в сфере заготовки, хранения и реализации овощей и фруктов. Объемы впечатляющие. Их хватает на весь зимний-весенний сезон. Но не всегда стоит доверять тому, что говорят другие. Лучше увидеть своими глазами, что это так, а не иначе. Анастасия Ноздрин-Плотницкая и покажет, и расскажет о предприятии и продукции. На протяжении всего октября берестейцы пополняли свои осенние закрома на сельскохозяйственных ярмарках. Большая часть из них уже закончила свою работу. Остались лишь постоянно действующие по улице Себровской и проспекту Машерова. Ярмарки – это вариант для тех, кто покупает с запасом и сам подбирает условия хранения. Альтернативу такому решению вопроса с закупкой овощей и фруктов предлагают специалисты предприятия «Плодо овощ». Пришел, приобрел сколько нужно, выбрал лишь необходимое на данный момент. Сотрудники предприятия напрямую работают со многими поставщиками области. Их товар можно найти на прилавках всего региона. Он отличается свежестью, высоким качеством и доступной ценой. Наше предприятие специализируется на продаже овощей. Мы стараемся по доступным ценам продавать нашу продукцию. В том числе на проходимых сейчас осенних ярмарках широко мы были представлены. И цены были ниже, чем в среднем по представленности на рынке. Внушительных размеров склада, вмещающие сотни тонн свежих овощей и фруктов, стабилизационный фонд. Запасы лука, картофеля, капусты и других видов продукции здесь делаются на весь осенне-зимний сезон. Причем особое внимание уделяется климат-контролю, чтобы продукт максимально долго сохранял свой первозданный вид. Реализация идет практически постоянно, во многом благодаря широкому ассортименту и более низкой цене. Причем немалая доля от общего объема отгрузки отводится объектам образования и здравоохранения. Предприятие наше занимается оптово-розничной торговлей, плодочной продукцией. Он осуществляет свои поставки как в бюджетной организации, в больнице, санатории, школы, так и в розничную торговую сеть города Бреста, Брестской области. Наше предприятие закладывает стабилизационный фонд картофеля и овощей в количестве 1100 тонн продукции. Эта продукция реализуется с 15 ноября по конец мая. Вообще продукция реализуется круглый год, то есть объем поставаемой продукции гораздо больше, это порядка 2000 тонн. Но не только хранением и продажей плодово-овощной продукции заняты специалисты предприятия. Здесь активно функционирует цех переработки, где овощи приобретают новую форму своей представленности на торговых прилавках. Они проходят закваску, причем в составе никаких искусственных красителей, только натуральные ингредиенты. Специалисты предприятия плодово-овощи ежедневно отдают на реализацию в розницу порядка 6 тонн квашеной капусты, практически столько же огурцов. В большой ассортиментной линейке есть все, что нужно хозяйке. Особой популярностью пользуются овощи в вакуумной упаковке. Отдельное, достаточно перспективное направление. Покупать такой продукт можно легко сэкономить время на приготовлении, а свободные минуты подарить близким и родным. Одним из направлений деятельности предприятия является переработка плодово-овощной продукции. На сегодняшний день предприятие производит капусту квашеную нескольких видов, огурцы и томаты соленые, яблоки моченые, чеснок маринованный, мытые овощи, морковь по-корейски, свеклу вареную, морскую капусту, а также очищенные овощи с последующим вакуумированием. Наше предприятие получило диплом первой степени победитель 21-го республиканского конкурса «Продукт года» в номинации «Соление квашения». На сегодняшний день успешно продается в розничных торговых сетях наша продукция под брендом «Резкие разносолы» и торговая марка «Густо». Конечно, предпочтение покупателей сейчас отдают капусте квашеной, так как в ней содержатся витамин С и витамины группы В, которые необходимы нам в холодную пару года для укрепления иммунитета. Свежие овощи и фрукты круглый год. Девиз предприятия «Плода овощ», следовать которому у сотрудников получается в полной мере. Благодаря комплексной системе контроля качества, грамотному подбору поставщиков и надлежащим условиям хранения, брещане имеют вкусные и полезные продукты постоянно. Уже в следующем году предприятие «Плода овощ» встретит свой полувековой юбилей. И это еще одно подтверждение того, что трудятся здесь профессионалы своего дела, которым удавалось и удается удовлетворить запросы своих покупателей в полной мере. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович. Итоги недели. В студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова